Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Николай Силков. Смотрите сейчас. Рынки сбыта и модернизация производства. Министр экономики посетил Бобруйское предприятие. Хотели бы понимать, какие у вас сейчас есть контракты. Как это было? Не разъехались, на интернациональной столкнулись две легковушки. Обым автомобилям причинены механические повреждения. Кто виноват? Первый звонок. Школы и гимназии начали принимать документы в первые классы. Могут быть в учреждении образования зачисленные дети, проживающие не по микрорайону. У кого преимущества? А также летняя площадка, вакцина от коронавируса и не продохнуть. Подробный прогноз погоды на выходные. От коронавируса в стране выздоровели 27 760 пациентов. В лабораториях провели 697 011 исследований. Эти данные приводит Минздрав. Ведомство ожидает вакцину от COVID-19 не раньше следующего года. Об этом сообщил министр здравоохранения. Владимир Караник отметил, сперва надо оценить безопасность лекарства на большой выборке людей. Затем оценить стойкость вырабатываемого иммунитета. Тем временем неравнодушные белорусы продолжают поддерживать врачей. Депутаты палаты представителей и сотрудники Минского колледжа потребкоопераций передали Минской центральной районной больнице угощения и средства индивидуальной защиты. Мы работаем как инфекционная больница уже два с половиной месяца. Перепрофилировались, настроились, работаем, какая-то система сложилась. Когда нас поддерживают, это всегда приятно. И нам хочется работать еще лучше, с полной отдачей. По словам главы Минздрава, мощность отечественных предприятий позволяет за день выпускать более 30 тысяч комбинезонов. В стране начали производить маски второго класса защиты. Накануне получили специальное оборудование. Обновляется парк аппаратов ИВЛ. Министр экономики посетил Бобруйск с рабочим визитом. Александр Червяков проинспектировал сразу шесть предприятий. Мария Бересневич с подробностями. 9.40. Министр экономики прибывает в город на Березине. Александру Червякову показывают Бобруйска-Громаш. Завод – ведущий производитель прицепной сельхозтехники в СНГ. С порога глава ведомства уточняет детали рабочего визита. Мы хотели бы понимать ситуацию с финансами, с кредитной задумчивостью, с портфелем. Мы хотели бы понимать, какие у вас сейчас есть контракты. Гендиректор проводит экскурсию по производственным цехам. Надято Лазаревич рассказывает, Бобруйская техника работает в 50 странах мира. В 2019-м вдвое увеличили объемы производства. На экспорт продают свыше сотни изделий. Косилки, пресс-подборщики, тракторные прицепы, кормоуборочные машины. Министр экономики обращает внимание на последние разработки. В ноябре 2018-го было 1,5 млн долларов в одном производстве. Сейчас мы делаем 4 млн долларов в одном производстве в среднем месяце. Это все продано, согласовано. И, в принципе, работаем тем же составом людей и рабочими, теми же, которые производили 1,5 млн и 4 млн. То есть, а сколько раз увеличится производитель? Да. Александр Червяков интересуется и социальной сферой. Спрашивают у заводчан про зарплаты и условия труда. Работники не жалуются, заверяют – тысячу получают. Министр экономики был, в принципе, доволен результатами Бобруска Громаж за 2019 год и за первый квартал 2020 года. Мы доложили о выполнении показателей по экспорту, по росту заработной платы на 120% по первому кварталу 2020 года. Стойко стоим на ногах, выполняем показатели, ну и смотрим уверенно в будущее. Далее маршрут проходит через Кожевины и Мясокомбинат. Руководитель экономического ведомства также посетил Белшину, трикотажную фабрику и фондог. Министр подробно остановился на портфелях заказов, рынках сбыта и модернизации производства. Конечно, ряд промышленных предприятий, ориентированных на внешние рынки, испытывают определенные трудности. Но в мае снижение ВВП будет незначительным. Мы оцениваем, что за пять месяцев он снизится на 0,2-0,3% пункта по сравнению с январем-апрелем и составит 98,3-98,5%. Скорость снижения экономики замедляется. Стоит задача изменить данный тренд на восстановительный. По нашим оценкам, восстановление экономики начнется с третьего квартала. Напомню, Бобруйск включен в программу ускоренного развития городов с населением свыше 80 тысяч. Продолжаются мониторинги и обсуждения социально-экономического потенциала региона. Министр экономики заявил, расчетные показатели необходимо выполнить. Не уступила. В полдень в районе вокзала столкнулись две иномарки. Таксистка ехала по интернациональной, остановилась для разворота. Другой водитель двигался по встречке. Хозяйка «Шкоды» не пропустила «Пежо», выжила газ и вывернула руль влево. Машины столкнулись. Обоим автомобилям причинены механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. Владельцы легковушек подсчитывают убытки. У «Шкоды» разбита левая часть капота, фара разлетелась на куски. У «Пежо» абсолютно зеркальные дефекты. По информации ГАИ, обошлось без пострадавших. Стали очевидцем происшествия? Бьете их над решением наболевшей проблемы? Есть эксклюзивные кадры. Корреспонденты «Бобруйск-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Запрет на посещение лесов, генератор для БелАЭС и последний заплыв в столице за день утонули два человека. Далее обзор самых обсуждаемых заголовков дня. За четыре года число доноров выросло на 15%. Около 100 тысяч человек регулярно сдают кровь. Каждый день в Центры трансфузиологии приходят около двух тысяч добровольцев. Им полагается денежная выплата и два выходных. Перед процедурой всем выдают наборы сладостей и воды. В столице за день утонули два человека. Компания выпивала возле водоема. Несмотря на запрещающие таблички, девушка решила искупаться. На середине она стала тонуть. Друзья и очевидцы вытащили пострадавшую, но было поздно. Тем же вечером погиб мужчина. Он шел вдоль берега, оступился и скатился в реку. Прохожие позвонили в 112, спасти его не удалось. На площадку БелАЭС доставили передвижную дизель-генераторную станцию. Установка будет находиться на постоянном дежурстве. И при необходимости обеспечит работу систем безопасности. Сейчас первый энергоблок готовят к физическому пуску. Ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах страны. Из-за жары спасатели фиксируют повышенный уровень пожароопасности. В стоп-листе 18 регионов Гомельской области. 5 Минской, 1 Могилевской. На выходных отмечают сотрудники МЧС. Список красных зон расширится. В Витебске открылась персональная выставка работ мастера по керамике и росписи по стеклу. На экспозиции Олеся Овчинниковой сувениры, тематические композиции. Организатор также провела мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки. Не успели школы проводить выпускников, стартовал прием документов в первые классы. Родителям необходимо предоставить комиссии паспорт, свидетельство о рождении ребенка и медсправку. Написать заявление можно на месте. В управлении по образованию отметили, сперва будут принимать детей по месту жительства. При наличии свободных мест могут быть в учреждении образования зачислены дети, проживающие не по микрорайону учреждения. В этом случае родителям также необходимо в период с 12 по 15 августа обратиться в учреждение образования, но в дни личного приема граждан руководителя. Подать заявление с просьбой зачисления в первый класс. Заявление будет зарегистрировано. И в период с 16 по 28 августа в порядке очередности подачи заявлений будет произведено зачисление при наличии свободных мест. Порядок зачисления в гимназии аналогичен приему документов и иных учреждений образования. В сентябре свыше 2400 маленьких бобручан впервые переступят в школьный порог. Документы на зачисления принимают до 15 августа. Детский мир. Возле Бобруйской арены заработала летняя площадка. Перед спорткомплексом установили надувные горки и батуты. Выдают на прокат электроавтомобили, предлагают поездки на лошадях. Компании могут поиграть в лазер-так. В ларьках продают мороженое, квас, попкорн, сладкую вату, блины и хот-доги. Жители города Бобруйска, гости города, приходите к нам на Бобруйск-арену. Возле дворца Бобруйск-арену есть прекрасное место, где живописные бастионы крепости в Бобруйске. Покататься на велосипеде и провести с детьми здоровый образ жизни. Зона для активного отдыха работает с пятницы по воскресенье. Аттракционные палатки с едой будут принимать гостей до конца августа. Жара отступает. Днем в городе потеплело до 30. По улицам прогулялся северо-восточный ветер. В регионе было облачно с прояснениями. Надолго ли тренд уточнила Кристина Арианс? Погода накануне разгулялась не на шутку. Минувшей ночью буря повалило более 50 деревьев. Повредило 9 автомобилей и 2 жилых дома. Из-за разгула стихии периодически нарушалось электроснабжение. Под раздачу попали 428 населенных пунктов, 51 хозпостройка и более 1400 трансформаторных подстанций. Аварийные бригады устраняют неполадки. Никто не пострадал. В ближайшие дни установится погода, связанная с дождем и грозами. Эксперты советуют на выходных не прогуливаться на возвышенностях. Если небо засверкает, не прятаться под деревьями. И не забывать выключать мобильный телефон. Ливень затопил столицу Корсики. За час на город выпала двухмесячная норма осадков. Дороги превратились в реки. Люди передвигаются на мусорных баках. Спасатели эвакуировали пострадавших из автомобилей, которые встали на трансах. Аризона же напротив полыхает. Там сильнейший пожар уже уничтожил более 2500 гектаров леса. Ситуация угрожает более тысячи домам. Для отушения задействованы вертолеты. Пожарные службы переведены в режим повышенной готовности. В выходной в Беларуси станет прохладнее. Аномальное тепло сменит освежающий антициклон Томас. Установится июньский температурный режим. Завтра в Бобруйске небо затянет облаками. Но дождей не ожидается. Ветер поднимется до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 24. Ночью 16-18 со знаком «плюс». Кристина Рианц, Максим Глеонко, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Следите за нами в интернете, в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!